Так вот, получить этот документ, подождите, тепловой узел. Специалисты компании разбирают дроссельное устройство. А, так это, а мы это дом подготовили? Петличку тронула. Зима близко, и пока белые ходоки не успели добраться до Рубцовска, надо успеть к ней подготовиться. Но если серьезно, то не успеет начаться лето, как энергетики и коммунальщики начинают готовиться к зиме. Энергетики летом капитально ремонтируют городские теплосети и готовят южную тепловую станцию к зиме. А управляющие организации начинают сериал под названием «Игра паспортов готовности». Ну ладно, ладно, тебе уже и помечтать нельзя. Так вот, для того, чтобы получить этот документ, удостоверяющий готовность дома к зиме, нужно выполнить ряд действий. Идем, расскажу. Чтобы зимой мы могли стабильно получать тепло и горячую воду, все внутридомовые коммуникации необходимо промыть, провести гидравлические испытания на прочность и проверить исправность тепловых узлов. Впрочем, этим и должны заниматься в среду специалистов управляющих компаний. Правда, не без помощи энергетиков. Здравствуйте, Максим Дмитриевич. Скажите, пожалуйста, ну какова роль энергетиков в подготовке дома к зиме? Здравствуйте, да, все верно, вы правильно сказали. Мы контролируем работу управляющих компаний. Можем пройти посмотреть, как сейчас, в данный момент, управляющая компания подготавливает многоквартирный дом к отопительному периоду. Тепловый узел, в котором установлена дроссельная диафрагма, сопло в данном случае элеватора, которое ограничивает количество воды, поступаемое на многоквартирный жилой дом. Также элеваторный узел регулирует температуру теплоносителя. После этого мы проверяем диаметр сопла элеватора, чтобы он соответствовал расчетным показателям. После чего управляющая компания собирает тепловый узел, приводим его в готовность, заполняем водой, проводим гидравлические испытания, проверяем на плотность, чтобы запорная арматура держала, и после этого уже подписывается готовность или не готовность к отопительному периоду данного многоквартирного дома. Это мозг всей внутридомовой системы отопления, тепловой узел. Специалисты управляющих компаний разбирают дроссельное устройство, а энергетики проверяют расчетные данные и частоту сопла. Ну как, все отлично? Работать будет? Когда устройство проверено, специалисты управляющей компании приступают к следующим этапам подготовки дома. Промывают трубопровод, чтобы вода беспрепятственно циркулировала по системе, а после проводят гидравлические испытания на плотность и прочность под давлением до 6 атмосфер. Это в полтора раза больше, чем обычные показатели в отопительный сезон. Слышишь? Ну как это нет? А сейчас слышишь? Молодцы! Промывают! Кстати, в этом году почти все многоквартирные дома будут подвержены гидравлическим испытаниям. Это более 800 объектов, чего нельзя сказать о прошлом году. Прошлым летом управляющие компании массово игнорировали опрессовку. Аргумент был один. 20 лет не проводили и никто не жаловался. Только всему есть предел, как и сроку эксплуатации внутри домовых труб, от которых напрямую зависит качество теплоснабжения в квартирах. За два месяца управлением ЖКХ в Рубцовске выдано около 400 паспортов готовности многоквартирных домов к зиме. Это чуть более 65% от общего числа домов. Неплохой результат в сравнении с прошлым годом. Тогда к отопительному сезону паспорта готовности получили в два раза меньше объектов теплоснабжения. Но в принципе время еще есть. Все работы должны быть завершены до 15 сентября. Погоди, а какое сегодня число? В смысле лето кончилось? Так а мой дом подготовили к зиме? Пойду проверю. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok